В этом видео мы выполним замену трансмиссионной жидкости и фильтра ATF на автомобиле Audi A4 с вариатором 0AW, используя высококачественные продукты SWAG, которые обеспечивают оптимальные характеристики трения и отличную защиту вариатора от коррозии и его стабильную и эффективную работу. Эта сложно устроенная коробка передач требует регулярной замены трансмиссионной жидкости и фильтра, так как многозвенная цепь, передающая усилия между двумя коническими шкивами переменного диаметра взаимодействуют с маслом в картере коробки передач. Частота вращения ведомого вала изменяется одновременно с оборотами ведущего вала, параллельно меняется и передаточное отношение. Это способствует плавному переключению передач с минимальными потерями на трение и высокой эффективностью, позволяя двигателю работать в оптимальном режиме. Сначала поднимите автомобиль для доступа к защитным кожухам двигателя и вариатора и снимите их. Теперь есть доступ к пробке сливного отверстия вариатора. Выкрутите пробку сливного отверстия и сливайте жидкость ATF, пока она не перестанет вытекать. Специальным крюком извлеките из вариатора переливную трубку и слейте остальную жидкость. Когда жидкость ATF будет слита полностью, установите переливную трубку и пробку сливного отверстия на место. Затем опустите автомобиль для доступа к фильтру ATF, который находится на корпусе коробки передач, сверху. Для получения доступа к фильтру, трубопроводы ATF фильтра нужно отсоединить от верхней части коробки передач. Убедитесь в отсутствии грязи вокруг фильтра и выкрутите из него винт крепления трубопроводов ATF. Затем выкрутите три винта крепления фильтра коробки передач. Осторожно извлеките фильтр и осмотрите его. Смажьте новые уплотнительные кольца фильтра и установите фильтр в посадочное место, убедившись в его правильной фиксации на посадочном месте. Замените два уплотнительных кольца трубопроводов ATF, вставьте трубопроводы в фильтр и закрепите винтом. После этого поднимите автомобиль, чтобы залить в вариатор новую жидкость ATF. Заполните приспособление для заправки коробки передач с 7 литрами жидкости ATF, поставляемой с сервисным комплектом. Выкрутите пробку сливного отверстия, вставьте адаптер заправочного приспособления и закачайте в вариатор не менее 6 литров новой жидкости ATF. Чтобы проверить уровень жидкости ATF, убедитесь, что рычаг селектора находится в положении P, а стояночный тормоз включен. Подключите диагностический тестер для проверки температуры жидкости ATF. Запустите двигатель и слегка нажмите педаль акселератора, чтобы поднять обороты двигателя до 2500 оборотов в минуту. Это нужно для удаления воздуха из насоса ATF. Затем необходимо снизить обороты двигателя до режима холостого хода. Нажмите педаль тормоза, и удерживая ее, выберите поочередно все положения селектора P, R, N, DS, несколько раз, оставляя в каждой позиции не менее 2 секунд. Вернитесь в режим P и дайте двигателю поработать на холостом ходу. Когда жидкость ATF достигнет требуемой температуры, то есть от 35 до 45 градусов по Цельсию, снимите заправочное приспособление, чтобы проверить уровень. Если вытекает лишь немного жидкости, значит ее уровень в норме. Если жидкость не вытекает вообще, ее необходимо долить. Установите на место пробку сливного отверстия, убедитесь в отсутствии утечек и установите защитные кожухи двигателя и вариатора. После этого автомобиль можно опустить. Закройте капот и выполните пробную поездку.